Вот еще один волейболист, который выступал в составе Кемеровского Кузбасса, это Антон Дубровин, таковых три в составе сегодняшних гостей, и, конечно же, главный тренер Андрей Воронков, он возглавлял Кемеровский Кузбасс в сезонах 2008-2009 годов. И вот переходим к сегодняшним стартовым составам. Кстати, номинальный либер сегодняшней встречи Валерий Комаров, 10-й номер, будет играть не на своей позиции. На месте диагонального сегодня выступит 10-й номер сегодняшних гостей. Представление перед гимном. И послушаем гимн Российской Федерации. Трансляцией на телеканале «Мой город» является компания «Стройсервис». Официальный партнер трансляции является компания «Автотрейс». Автостекла и автозапчасти. На любые автомобили более 70 тысяч наименований в наличии. И партнер трансляции – компания «Кузбасс Белавто». Официальный дилер по реализации техники «БелАз», «МАЗ» и «Амкадор». Мы готовимся к представлению судейской бригады. Болельщики уже готовы. Поддерживают своих любимцев. И представляем судейскую бригаду. Первый судья – Сергей Кудряшов, город Москва. Второй судья – Евгений Макшанов, город Санкт-Петербург. Судьи на линиях. Традиционно это бригада кемерских судей. Юрий Семенев, судья первой категории, город Кемерова. Секретарь матча Юрия Еленникова, судья первой категории, город Кемерова. Инспектор матча Олег Семенев, судья из народной категории, Московская область. Представление судей в сегодняшней встрече закончилось. И переходим к стартовым составам сегодняшней соперника. И начнем с команды «Динамо Краснодар». Номер первый – Владислав Жлоба. Номер третий – Максим Куликов. Номер седьмой – капитан команды Леонид Кузнецов. Номер одиннадцатый – Андрей Зубков. Номер пятнадцатый – Антон Дубровин. Номер восемнадцатый – Сергей Бурцев. И либера команды Пачетур Степанян. Номер два. И главный тренер – «Динамо Краснодар» Андрей Воронков. И состав Кемеровского кузбасса. Номер второй – Сергей Макаров. Номер третий – Антон Карпухов. Номер шестой – Максим Шпилев. Номер двенадцатый – Михаил Щербаков. Номер тринадцатый – Николай Апаликов. Номер восемнадцатый – Сергей Никитин. И два либера команды. Номер семь – Александр Моисеев. И номер четырнадцатый – Лаури Керминен. Главный тренер команды – Томас Самилло. Вот он, недавний именинник. Напомню, 16 февраля отпраздновал свой день рождения. Главный тренер команды – Томас Самилло. Вот капитан Кемеровчан Сергей Макаров. Именно он сегодня начинает игру со старта. Ждем стартового свистка первого судьи Сергея Кудряшова. И вот он, главный тренер Кемеровчан. Традиционно. Очень эмоционально, но ждем таких же эмоций и сегодня от главного тренера Кемеровского Кузбасса. Все готово. Начало сегодняшней игры. Второй судья это подтвердил. И первый судья дает свисток. И Антон Тубровин начинает сегодняшнюю встречу. Атака Кемеровского Кузбасса. Хорошая защита у краснодарцев. Животаки действуют неплохо. Волейболисты «Динамо». И 1-0 выходит вперед гости. Смотрим повтор. По рукам блокирующих. И в защите не удается достать этот мяч кемеровчанам. Антон Дубровин отправляется вновь на подачу. Напомню, в первом туре кемеровчане уже в самой первой игре встречались со своим сегодняшним соперником. И добились уверенной победы со счетом 3-0. А сейчас Максим Шпилев. Антон Карпухов здесь сравнивает счет. И Сергей Никитин отправляется на подачу у Кемеровского Кузбасса. Вот в Краснодаре в первом туре уже встретились эти команды. И Кемеровский Кузбасс набрал свои первые 3 очка в той встрече. Тогда все в порядке еще было. У Краснодарской команды в финансовом плане. Ну и сейчас, думаю, так же все будет в порядке у волейболистов «Динамо». 2-1, но впереди гости. От рук блокирующих отыгрались волейболисты. В бело-голубой форме. Хорошая такая подача Максима Кулихова. И под заднюю линию точно отправляет. Меч нападающий Кузбасса. Но счет равный. 2-2. А Палика? Даже не стали смотреть просмотр. Волейболисты «Динамо» видели. Здесь блок. Но нет, от блока в аут мяч. Улетает, но впереди. Краснодарские волейболисты. Да, будет взят видеопросмотр. Тренерским стабом Кемеровского Кузбасса. Смотрится попадание мяча. Площадка смотрится, но нет. Все правильно разобрался в этом эпизоде Сергей Кудряшов. Смотрим повтор. Да, близко был первый судья к этому эпизоду. И, соответственно, разобрался четко Андрей Зубков. Хорошая подача. Переходящий мяч. Не удается сразу завидеть волейболистам «Динамо». И на два мяча уже уходит в отрыв. Волейболисты «Динамо» или что? Смотрим повтор. Вроде да, все в пределах правил. Последним мяча коснулся волейболист Кузбасса. И, соответственно, 2-4 становится еще в спорткомплексе «Арена». Не давит в сегодняшней встрече никакой груз ответственности над волейболистами из Краснодара. Да, находятся они на предпоследней строчке в турнирной таблице. Всего 2 победы в их активе. Вот именно поэтому и спокойно. Хороший волейбол сегодня, я думаю, увидят болельщики спорткомплекса «Арена». Тем временем кемеровчане сравнивают счет. Нельзя, конечно, уже расслабляться волейболистам Кузбасса. Тяжело, конечно же, будет побороться с Белогорием за четвертую строчку. Не такой уж грозный соперник сегодня приедет в Белгород. Снова из Самарской области. Как борются кемеровчане за этот мяч. Еще одна атака. И не удается здесь переиграть блок кемеровчан. Смотрим повтор. Сергей Бурцев там в антенну попадает. Антон Карпухов на подачу кемеровчан. Впервые Кузбасс выходит вперед и эйсом. Оформляет шестой набранный бал Кемерского Кузбасса первой партии. Третий номер кемеровчан. Тайм-аут берет тренерский штаб гостей. Да, 4-2 вели подопечные Андрея Воронкова и подряд четыре мяча. Уступили гости. Конечно же нужно внести коррективы. Андрею Воронкову. И пытается он свои мысли донести до своих подопечных. Так, кстати, в Новосибирске все-таки удалось Локомотиву дожать. Неуступчивый нефтяник 25-22. Очень упорная была партия. До конца встречи римбургские волейболисты вели в счете, но все же концовка больше удалась волейболистам из Новосибирска. Вот хорошая подача Антона. Блок смягчает, но не удается здесь достать этот мяч. Удачно взят тайм-аут. И Сергей Бурцев сокращает разрыв до минимума. В первой партии сам же отправляется на подачу 18 номер гостей. Хорошая подача у него. Все это болельщики Кемерского Кузбасса помнят, но, к сожалению, в данный момент по длине не попал Сергей в этой подаче. И на подаче шестой номер Кемерского Кузбасса. Хорошая подача, выбитый прием. Отважился на атаку и будет новая очередная атака гостей. Но здесь уже не удалось. Четкий пас сделать и даже перебить на половину соперника. Мяч не удалось. Первый технический тайм-аут у нас тем временем наступил. При счете 8-5 пользу Кемеровчан. 7 по 10 февраля в Кемерово прошел заключительный этап молодежной лиги. И Кемеровский Кузбасс обеспечил себе право участия в финале шести. Прекрасно провели кемеровчане заключительный седьмой тур молодежной лиги, который состоялся в Кемерово. Дважды обыграли Нижневартовский университет со счетом 3-0. И самое главное, главного конкурента своего, звезду Югры из Сургута. Кемеровчане также победили дважды. 3-1 и 3-0. В первом матче очень упорная была борьба, за исключением лишь третьей партии. И в итоге Кемеровский Кузбасс добился участия в финале шести, который пройдет с первого по шестого. С третьего по девятое марта в Новосибирске. И любителей волейбола, конечно же, приглашаем поддержать нашу молодежную команду, которая очень удачно выступает в этом сезоне. У нас тем временем Сергей Никитин добывает девятый балл в актив Кемеровского Кузбасса. И преимущество Кемеровчан растет. Отблок отыгрался 18-й номер Кемеровчан. Так вот, финал шести пройдет с третьего по девятое марта, первый тур. А вот второй тур уже в Москве с двадцатой по двадцать шестое. Также марта состоится. Но и в Москве немало любителей волейбола проживает. Из Кемерово также приглашая поддержать молодежную команду Кузбасс. У нас тем временем краснодарцы сумели отыграть один мяч. Девять шесть и капитан команды на подаче. Закрывают сейчас Сергея Никитина и мяч приземляется точно в площадку Кемеровчан. Доволен Андрей Воронков этим блоком. И до двух мячей сокращается разрыв счете. Остается Леонид Кузнецов на подаче. Хороший грозы, греши. И здесь Сергей Никитин спокойно вколачивает мяч до пола. 10-7. Смотрим повтор этой атаки. Не успел здесь Сергей Бурцев закрыть эту зону. Куда отправлял мяч Сергей Никитин и Михаил Щербаков. Блокирующий Кемеровчан. Отправился на подачах. Штурский степанян в приеме. И закрывает здесь Сергея Бурцева блоком. Довольны Кемеровчане. Нет, это, прошу прощения, Антон Дубровин был в атаке гостей. И Михаил Щербаков останется на подаче у Кузбасса. Не попадает по длине. Блокирующий Кемеровчан. Владислав Зоба. Ланнер. Есть прием. И отличная атака Пайпа Максима Шпилева. Кстати, говорил я об изменениях в составе Кемеровчан. Капитан Кузбасса тем временем на подаче. И отлично. По линии. Атакуют гости. И сокращают вновь разрыв в счете. Так вот, Себастьян Шварц. Попросил о разрыве контракта. И его просьбу удовлетворили. По обоюдному согласию. Разорвали контракт с немецким легионером. Кузбасс тем временем спокойно завершил эту атаку. Преимущество четыре мяча сохраняет хозяева площадки. До конца сезона, скорее всего, выбыл Романос Шкулявичус из-за травмы. И пришлось срочно искать замену Романосу в этой ситуации. И нашли такую замену. Алексей Евсеев присоединился к Кемеровчанам. Под одиннадцатым номером будет выступать этот игрок. Очередной эйс у нас зарабатывает на этот раз Сергей Никитин. Второй эйс. Кемеровского Кузбасса в сегодняшней встрече. И тайм-аут. Свой последний тайм-аут использует Краснодарская Динамо. Первый использован был до первого технического тайм-аута. Второй использует тренерский штаб гостей. Да, отрываются, отрываются хозяева площадки. Поэтому нужно как-то успокоить своих волейболистов. Лауре Керменен. Ну и, конечно, в составе Краснодарского и Динамо. Происходит изменение. Главный бомбардир команды Кемеров в январе перешел в состав Новоуренгойского факела. Именно он больше всех набрал очков в первом туре против Кемеровского Кузбасса. Встреча, которая состоялась против Кемеровского Кузбасса в первом туре этого чемпионата. Вот теперь отныне он защищает цвета Новоуренгойского факела. Сергей Бурцев тем временем вновь после тайм-аута удачно использует свою возможность в атаке. И пробивает блок Кемеровчан. Точно пунктует зону. Максим Куликов. Блокирующий гостей на подаче. Хорошая скидка и отлично. Здесь действует Николай Фаликов. Без шансов для соперников блокирующий Кузбасса отправляет команды на второй технический тайм-аут. Параллельной встречи во второй партии и все. Новосибирского локомотива уже куда более спокойней. 12-7 впереди. Хозяева площадки. Во встрече против Оренбургского нефтяника. пытается талисман команды поднять волну в спорткомплексе «Арена». Это, пожалуй, у него получается. Очень активно он это делает. Вот он, талисман Кемеровского Кузбасса. И идет, идет волна по спорткомплексу «Арена». Кто еще ни разу не был, пожалуйста, приглашаю в спорткомплекс «Арена». И играет волейбольный клуб «Кузбасс». Очень удачно в этом сезоне. Андрей Воронков, главный тренер гостей. Некогда тренер Кемеровского Кузбасса. И Николай Апаликов. Блокирующий Кузбасса на подаче. Попадает в сетку. Не пошла его. Игра в предыдущей встрече на домашней арене против своей бывшей команды «Зенита Казани». Все равно удалось Кемеровчанам навязать борьбу грозному сопернику. И тяжело пришлось в той встрече подопечным Владимира Олегна. Не удается перебить мяч через сетку. И Кемеровчанин наращивает свое преимущество. Уходит все дальше и дальше в отрыв. Смотрим повтор. И вновь что-то творится. Уже третий раз за сегодняшнюю первую партию. Не могут перебить мяч через сетку волейболиста «Динамо» Краснодара. В общем, повтор это уже... А нет. Все же удалось. Здесь просто Михаил Щербаков блестяще просчитал эту ситуацию и справился с этим таким хитрым ударом гостей. И не поддался на уловки. А вовремя среагировал и перебил мяч на половину соперника. Так что зачетный балл Михаилу Щербакову в предыдущем розыгрыше. Сергей Бурцев на подаче гостей. Хороший прием. И в атаке. Также уверенно действуют кемеровчане. 19-12. Растет преимущество. И Комаров. Место Сергея Бурцева появляется на площадке. Максим Спилев. Выбитый прием. И не будет атаки. Просто переброс мяча. И атака будет у кемеровчан. Удалось прочитать этот пайп кемеровчан. А здесь попытка связующего. И все же достается. Этот длинный розыгрыш остается в пользу гостей. До конца играли краснодарские волейболисты. И Антон Дубровин ставит точку в этом розыгрыше. Чуть раньше. Леонид Кузнецов. Говорит. Первому суде нужно было завершать этот розыгрыш в пользу его команды. Но все. Удачно завершилось. Для его партнеров и для него самого. Сам же на подачу капитан гостей. Не попадает по рукам блокирующих Сергей Никитин. И немного сократили разрыв. Все эти краснодарские волейболисты. Кемеровский тузбасс. Отлияние Кузнецов. Планер. Выбитый прием. И все же отважился здесь на атаку. Антон Карпухов. Отходящий мяч. Но блокирует здесь. Связывающий гостей. Есть прием. Не будет атака кемеровчан. И здесь уже Сергей Никитин справляется. С этой атакой по рукам блокирующих. Недоволен Андрей Воронков действиями своих блокирующих. Да. Тройной блок выставляли. Именно Максим Куликов здесь мог закрыть атаку Сергея Никитина. Не удалось это сделать. Щербаков. Блок. Атака гостей. И не удается. Блоку закрыть. Атаку Дубровина. От блока в аут. Отыгрывается 15 номер. И Владислав Злова на подаче. Краснодарской команды. Сергей Макаров. Как хитро играет капитан Кузбасса. Под заднюю линию отправил мяч. Даже оценил это Валерий Комаров. Который в своей основной работе именно. И занимается подъемом мячей в задней линии. Даже ему не удалось. Хорошо. Играет в защите гости. Атака Дубровина не достигает цели. Разочарован. 15 номер конечно же. Две его атаки. Не принесли успеха его команде. Попросили видеопросмотр. Гости. Попадание мяча в площадку. Попадание мяча в площадку. И один просмотр теряет гости. Первой партии. 22-15. Капитан Кузбасса на подаче. Есть прием. Атака не очень удачная. Атака такая. Поверх блока. Пошел мяч. Рукам блокирующий. Пытался сыграть Комаров. Слишком высоковато. Пошел мяч. Дубровин. И вновь. Нет, на этот раз не удалось блоку закрыть. Атаку Антона Дубровина. Просочился мяч. На сторону Кемеровчан. Сергей Бурцев возвращается на площадку. Место Валерия Комарова. Антон Дубровин. И тут же ошибается при подаче. 15-й номер гостей. Много пока ошибок. Сетбол. И Сергей Никитин на подаче. У Кемеровчан. Есть прием. И будет атака. Первым темпом. Прекрасно справляются гости. И Максим Куликов. Точно под заднюю линию. И сам же блокирующий гостей отправляется на подачу своей команды. Теперь сетбол на подаче соперника. Кузбасса. Есть прием. Будет атака. Не удалось здесь поднять мяч защиты. Попытался справиться здесь. Но все же 25-17. Солидным преимуществом заканчиваются. Первую партию кемеровчане. Вообще в истории очень упорная борьба между Кузбассом и Динамо Краснодаром. 18 встреч провели в рамках чемпионата России эти команды. И лишь 10-8. Преимущество Кузбасса над соперником в этих встречах. Между 19-м и 20-м туром состоялись матчи Евро-турниров и в Лиге Чемпионов. Все три наших коллектива, ну, Зенит Казанский уже давно и досрочно заявлял право участвовать во втором групповом этапе Лиги Чемпионов. И вот после очередного тура добавились волейболисты Московского Динамо и Белгородского Белогоря. Казанскому коллективу во второй групповой этап Лиги Чемпионов. Поборются наши три коллектива за шестерку лучших сначала, а затем уже и за четверку лучших. Команд, которая, финал четырех, который пройдет в итальянской Перудже с 29 по 30 апреля. Состоится финал четырех. И вот все три российских коллектива имеют возможность попасть в этот финал четырех. И Казанский Зенит, и Московская Динамо, и Белгородское Белогорье. Развлекает группа поддержки болельщиков на трибунах. Еще раз призываю болельщиков, которые не бывали еще в арене, прийти и воочию, и в этом убедиться, как все это красиво и замечательно происходит во время живой игры. Конечно же, телеканал «Мой город» вам всегда в прямом эфире в подробностях все покажет. Ну и вживую так же интересно посмотреть все ее действия. Возвращаются команды на площадку, мы смотрим статистику первой партии. Два эйса у Кемеровчан, Карпухов и Сергей Никитин отличились. У Кузбасса нужно чуть больше времени, чтобы восстановиться гостям. Это прекрасно понимают хозяева площадки. Ждущие своего соперника, когда они смогут появиться. Атерофлексии спорткомплекса «Арена». Сергей Макаров будет на подачу кемеровского кузбасса. Главный тренер кемеровчан Томас Солмиво. Все готово к продолжению встречи. И вторая партия начинается с подачи капитана кемеровского кузбасса. Хочетур Степанян ошибается в приеме. И без атаки отдают мяч гости кузбассу. Хорош бурцы в защите и сам же в атаке. Не удалось наградить судьбе за это спасение 18-го номера гостей. Не попал он ни по рукам, ни в площадку. В этой атаке даже болельщики спорткомплекса «Арена» желали успеха в этом эпизоде нападающему краснодарской команды. Скидка. Не удается обхитрить блок. На этот раз атака. Лауре Керменин. И вновь Дубровин там пластается под задней линией. Со спасениями. И здесь закрывают просто блоком Сергея Бурцева. И Томас Толмивоа аплодирует своим подопечным. Долгий розыгрыш. Два блестящих спасения Антона Дубровина на задней линии. Неплохая атака Сергея Бурцева, но, к сожалению, в блок. Опирается 18-й номер. Лауре Керменин. Есть спасение. И здесь Хаччурский Понян. Неплохо прочитал Замуса. И вновь спасают мяч Хозяева. Реброс мяча. И уже четвертая такая ошибка. Не понимает Андрей Воронков. Максим Куликов ошибается здесь. Это Антон Дубровин был. И вот уже капитан Кузбасса помог гостям набрать первое очко во второй партии. Максим Куликов. Тщательно готовится к подаче. Не помогла эта тщательность блокирующему гостей. Спокойные болельщики. Все прекрасно они понимают. Сергей Никитин. Большой трейс. Один есть уже в активе. Но этот раз подлиннее не попадает. Сергей Никитин. Андрей Зубков на подаче. Хорошая подача. Но будет атака Кемеровчан. Здесь безупречен просто Николай Апаликов. А лучший блокирующий Кемеровского Кузбасса в этом сезоне. И сам же лучше отправился на подачу. Николай Апаликов. Атака Кемеровчан будет. И не попадает. Антон Карпухов от души приложился. Повтор. Немного не хватило 83-му номеру хозяев площадки. И готовится к приему. Леболисты Кузбасса. Есть прием. Спилев. Все четко и по делу. Сам принял. Сам забил. Спилев. Смотрим повтор. Это отличная атака Максима Шпилева. Антон Карпух на подаче Кузбасса. Есть прием. Дубровин. Скидка. Первый темп. Достают мяч Кемеровчане. И Лауре Керминин просто делает переброс. Не удался. Здесь Пайп. Гостям аут не стал. Максим Спилев долго размыслеть, что делать с этим мячом. Поднялся в воздух. И отправил его точно на сторону соперника. Смотрим повтор. О чем-то замечтался здесь блокирующий гостей Максим Куликов. и вновь перед первым техническим тайм-аутом на этот раз уже во второй партии. Андрей Воронков решил взять тайм-аут. Да, в Новосибирске 2-0 с 25-19. Второй партией уже более спокойно выиграл локомотив у Оренбургского нефтяника и спокойный главный тренер и помощник Никола Цзалита Кемеровчан. Видит, что неплохо идет игра и подопечных спокойно с собой общаются. Не получается подача третьего номера хозяев с крупным планом просит извинения у партнеров по команде Антон Карпухов. И озадаченный Андрей Воронков подача капитан гостей. Вывед и прием. И вот так вот атаковали кемеровчане. И, соответственно, мяч за пределами площадки приземлился. Пытался здесь Максим Шпилев обмануть соперника не удалось. Кузнецов ошибается на подачу, отправляя команды на первый технический тайм-аут во второй партии. сообщил я вам, что уже оформили себе выход в финал шести волейболисты Кузбасса-2. Так вот, соперниками у кемеровчан в финале шести будет Динамо-Олимп, Москва, лидер регулярного сезона первого этапа молодежной линии. Локомотив ЦИФС Новосибирск, Енисей-2 Краснояр, Зенитур Казань и Беркут и Урала из Уфы. Представляете, какое соперничество будет у Кузбасса-2. Еще раз напомню, что первый тур пройдет с 3 по 9 марта в Новосибирске. Очень приглашаю болельщиков поддержать молодых волейболистов Кузбасса-2. А второй тур пройдет уже в Москве с 20 по 26 марта. Вернулись команды на площадку и встреча продолжается выигранным очком Краснодарского Динамо 8-6. Пытались здесь поднять мяч защите кемеровчане, но мяч приземлился за пределами. Владислав Злоба и зарабатывает первые в первый номер соперников. Не справились с этим планером хозяева площадки. И пока во второй партии гости по айсам лидируют 1-0. И разрыв соответственно до минимума сократился. Здесь первый темп. Спокойно. реализует Михаил Щербаков. Доволен своими действиями блокирующий Кузбасса. И сам же на подаче 12-й номер кемеровчан своим планером. И здесь не справились гости. В итоге все-таки с подачей Михаила Щербакова это все произошло. Неудачный прием, вторая передача и соответственно затрудним свои подачи Михаил Щербаков. Вот еще раз это делает. Да и вновь без атаки отдают мяч гости. А Кузба спокойно скидка такая Николая Паликова. Хотел перехитрить. Видели. Ну а здесь и блоком закрыл Николая Паликов после этой неудачной скидки или просто хорошей работе в защите гостей. Здесь уже Николай Паликов спокойно был. Оставляя своего коллегу Памплуа на подачи. Вновь блок и вновь. Том Дубровин ошибается. Смотрим, антенна, да? Да, антенна. Потому что мяч-то приземлился в площадку. Значит, была ошибка. Ошибка связана эйс. Зарабатывает и Михаил Щербаков по одному эйсу. Имеет Антон Карпухов, Сергей Никитин и вот добавился и Михаил Щербаков. Неплохая подача. И закрывает блоком Антона Дубровина. Просто близкий вышел на подачу Михаил Щербаков после того, как сам же заработал балл. Пятая подача подряд. И вот только сейчас Антон Дубровин сумел справиться с блоком Кемеровского Кузбасса. Смотрим повтор. И сам же 15 номер гостей отправился нападать после этой результативной атаки в своем исполнении. Хороший такой планер получился. Кузбасс атакует. Еще раз атака Кемеровчан. Скидка. Есть. Защита. Бурцев от блока. От блока отыгрывается Сергей Бурцев. 14-9. Немного подсократили разрешен гости. Не попадает по длине Антон Дубровин. Далеко меньше. Улетел и капитан Кузбасса готовится к подаче. Есть прием. Не будет атака гостей. Но не получается она. Максима Куликова и команды отправляются на второй технический тайм-аут после этой ошибки блокирующего Динамо Краснодар. Да, тяжело, конечно же. Костя. Короткая скамейка. И рад бы Андрей Воронков внести изменения в рисунок игры своей команды заменами. Да. Кроме номинального Либера вынужденного действовать на позиции диагонального сегодняшней встречи Валерия Комарова и выпустить-то некого. Ну, надеемся, все в порядке будет. У волейболистов Краснодарского Динамо у нас замена Либера команды вместо Лаури Керминина на площадке появился номер 7 Александр Моисеев. Да, в такой встрече можно дать поиграть и молодым игрокам, что и делает Томас Алмиво, главный тренер Кемеровского Кузбасса. Зубков тем временем принес очередное очко своим своей команде и Максим Куликов на подаче Динамо. И планер справляется с ним. Мировчане есть хорошая защита у гостей. Не очень хорошая передача на Бурцева и вот результат. Немного не довели до сетки этот мяч. Сергей Бурцева и вот итог. Проигранный мяч с нодарскими волейболистами. Эйс вновь требует от Сергея Никитина болельщики. На этот раз справляются гости. Вновь атака. И вот, пожалуйста, какая неразбериха встанет гостей. Не понял сейчас замысла своего партнера Андрей Зубков отскочил от мяча, который летел точно на него. Тайм-аут берет тренингский штаб Динамо Краснодара и вновь твой последний тайм-аут очень рано используют гости. На первой партии еще раньше был использован в этот раз и спокойно все. Кемеровчан главный тренер Кемеровчан даже не подходит к своим подопечным отправляя лишь своих помочь. Сказки к своим подопечным Сергей Никитин на подачу к Кузбассу и традиционный Эйс во время подачи 18-го переходящий мяч. Атака Шпилева от Блока Вау. 19-10 В Новосибирске третьей партии также все безоблачно для хозяев площадки 10-2 уже 11-2 становятся счет в пользу локомотива. Мы смотрим вторую партию встречи Кузбасс Динамо Краснодар 19-10 впереди кемеровчане в атаке также хозяева площадки. Максим Шпилев от Блока Вау отыгрывается и преимущество хозяев площадки растет и растет. Замена очередная. На этот раз Валерий Комаров на площадке вместо Антона Дубровина. Пытается Андрей Воронков изменить игру своих подопечных. Но что сделать когда нет скамейки. Эйз зарабатывает Сергей Никитин. Выходит он в лидеры по этому показателю кемеровского Кузбасса. Второй эйз в сегодняшней игре 18-го номера хозяев площадки. на этот раз вновь неудачный прием осуществляют гости. Но будет атака. Ошибка при второй передаче. Ошибся 4-й Степанян. Да, все по лицам гостей сегодняшней встречи. Понятно. Всем любителям волейбола Сергей Никитин готов произвести очередной шут. Ланер не попадает на красплощадку. Пытается разнообразить свою подачу Сергей Никитин, а именно в разные зоны подает Андрей Зубков. Хороший прием. И великолепный пайп демонстрирует Сергей Никитин. Повтор. Оставили его на свободной сетке. Замена в составе Кузбасса вместо Михаила Щербакова Иван Роповка. Да, правильно все делает Томас Солмиво, главный тренер Кемеровчан. Давай поиграть молодым волейболистам в сегодняшней встрече. Обратная замена в составе Краснодарской команды. Валерия Комарова, Антон Дубровин появляется на площадке. Хорошая подача. Справляются. Кемеровчане сами атакуют. И сетбол зарабатывает Кемеровчане после этой атаки. Боролись. Боролись, боролись краснодарцы за этот мяч. общетные общетные были усилия. Сетбол. Хороший прием. Хороший прием. сертификат 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 и 25-12. Просто разгром какой-то во второй партии. Думаю, во второй партии вышедшие на замену. Александр Моисеев и Иван Роповка продолжить. Встречу и в третьей партии молодые волейболисты Кемеровского Кузбасса. Александр Моисеев 95-го года рождения, Иван Роповка 96-го и вновь группа поддержки. Перерывы между партиями. Готовы развлекать публику спорткомплекса Арена. На пятой строчке в турнире на таблице разместились кемеровчане перед этой встречей. А сегодняшний соперник на предпоследней 13-й строчке разместился. Две победы в активе подопечных Андрея Воронкова. У кемеровчан таковых 13. Борются они за четвертую строчку с Белгородским Белогорьем, у которых также 13 побед, но набранных баллов больше. У Белогорья на два очка опережают они кемеровчан. В сегодняшней встрече, конечно же, думаю, Белогорье сумеет одержать победу и набрать три очка. Поэтому нужно в дальнейшем где смогут потерять очки волейболисты Белогорье. К тому же, в последнем туре Белогорье будет принимать Кемеровский Кузбасс это будет еще нескоро, 8 апреля. А следующий тур Кемеровский Кузбасс проведет в Красноярске против Енисея. Так что болельщиков также приглашаю поддержать кемеровчан. Пока мы смотрим статистику 25 февраля Кузбасс отправится в Красноярск и сразится там с местным Енисеем. Очередное сибирское дерби. Ас-команды возвращаются на площадку на дальнем плане уже не игрок кемеровского Кузбасса Себастьян Шварц по боевному согласию растор для конструкции волейболисты клуб Дубровин зарабатывает первый эйс свой для себя в сегодняшней встрече и выводит свою команду вперед третьей партии здесь первый темп в исполнении Николая Паликова всегда опасен и точен смотрим повтор Николай Паликов зависает и здесь бесполезно было бороться блокирующим гостей Максиму Куликову с 13-м номером Кемеровчан лидер по эйсам сегодняшней встречи Сергей Никитин на подаче у нас непростая подача у нас не справляется в приеме гости и отдает мяч хозяевам площадки и рассудья сегодняшней встречи недоумевает Андрей Воронков но уже спокойно воспринимает ошибки своих подопечных понимает непросто действовать его волейболистом рукам блокирующий показывает касание первого судья повтор да вполне возможно Максим Куликов и тогда ошибся и сейчас видимо нужно чуть быстрее выполнять этот элемент опаликов есть прием и будет атака и завершается она точным ударом но сравнивать волейболисты и на Маказане Владислав Злоба здесь отлично сыграл Андрей Зубков на подачу гостей по длине не попадает 11 номер Антон Капухов хорошая подача будет атака у гостей Бурцев отправляется с этой непростой атакой Сергей Бурцев немного здесь не хватило Моисееву чтобы поднять этот мяч в защите и сам же 18 номер гостей отправился на подачу скидка Дуброва страхует Бурцев Лоба до конца борются краснодарские волейболисты но все же Максим Шпилев завершает точную атаку этот розыгрыш не очень короткий но и не совсем длинный удача была на стороне хозяев площадки и сам же Шпилев на подаче впереди Кузбасс 5-4 хорошая подача Дубровин натыкается на блок Кимировчан не пошла особо сегодня игра 15 номера краснодарской команды Лауре Кермине в обнимку с партнерами очень доволен игрой своих партнеров по команде и с удовольствием наблюдает игру со скамейки запасных свою лепту в сегодняшнюю на данный момент успех он уже внес и предоставил небольшую порцию оваций заслужить и своему коллеге по Амплуа Александру Моисееву тем временем гости сократили разрыв счете до минимума атака первым темпом и вот Иван Роповка отличается отличным ударом и первым набранным баллом и вот возвращение долгожданное вместо Николая Паликова на площадке появляется Инал Тавасиев 15 номер Кемеровского Кузбасса Иван Роповка только что отметивший свой первый набранный бал в сегодняшней встрече и отправился на подачу хорошая подача и не попадает показывает второй судья не видел там уже первый судья этот розыгрыш да касания рук нету и второй судья показывает что мяч опускается за пределами площадки и видеопросмотр что даже не стали брать видеопросмотр гости по всей видимости да отправились команды на первый технический тайм-аут третьей партии позволив группе поддержки выйти поразвлекать немного болельщиков спорткомплекса арена смотрю смотрю за параллельным матчем похоже там все ясно один из последних розыгрышей там идут и новосибирский локомотив добывает три очка пожалуй по встрече против оренбургского нефтяника 24-14 третья партия и конечно же подопечным Владимира Терентьева но никак не суметь 10 мячей отыграть в новосибирске Иван Роповка на подаче есть прием и касание сетки да касание сетки фиксирует первый судья Кемеровчан и от блока ваут Сергей Никитин отыгрывается оставляя преимущество Кемеровчан с три мяча отличная атака 18 номера хозяев площадки есть защита скидка отлично Степанян достает мяч Бурсик просто скидку делает Бас в атаке по рукам блокирующих но поднимает мяч Бровин на передаче и уже атака Кузбасса будет вновь в защите пока в защите действует великолепно пока не наткнулись на блок и на лотовости его гости Зубков не смог смотрим повтор да приносит своя первая очка сегодняшней встречи 15 номер Кузбасса тяжелый мяч поднимает скидку Степанян и самому же пришлось его отправлять на половину соперника Кузбасс мощнейшей атаки заставляет капитулировать соперника растет растет на преимущество Кемеровского Кузбасса тайм-аут берет тренерский штаб краснодарской команды да завершилась встреча на Новосибирске никакой сенсации не произошло спокойная уверенная победа хозяев со счетом 3-0 25-22 25-19 и 25-16 именно так развивались события по исключению первой партии никакой борьбы подопечные Владимира Терентьева не сумели оказать волейболистам новосибирского локомотива возвращается на площадку команды после таймаута Кузбасс Кузбасс вперед с таким плакатом пришли болельщики на трибуны спорткомплекса арена отлично играет Моисеев в защите и перебрасывает мяч на сторону соперника Кемеровчане не нужно еще побороться до Бориса Кемеровчане отлично и выигрывает этот мяч блестящий розыгрыш началось со спасения Александра Моисеева в защите это все действия и Максим Шпилев атакой завершил за трехметровой зоной Акаров есть блок и здесь блок Кемеровчан справляется Сергей Никитин принимает поздравления партнеров вновь Дубровин неудачно играет в атаке вновь капитан Кузбасс на подаче и вновь Хачатура Степаняна отправляется мяч от души как приложился в этом эпизоде Никитин сам просто доволен собой я считаю в этом эпизоде Сергей Никитин и есть отчего но нет видимо касание сетки зафиксировал первая судья рядом он находился и отдал мяч гостям финал Тавасиев первый темп руки помнят и вот посмотрите дебютант Кемеровского Кузбасса новичок один сыномер Алексей Евсеев появляется на площадке место Сергея Никитина прошу прощения Сергей Никитин конечно же на подачу отправился хотел сказать вам но всех увидели и молодых волейболистов Кузбасса которые очень редко появлялись на площадке в этом сезоне но так же и новичка который только только появился в составе Кемеровского Кузбасса тайм-аут берет тренерский штаб краснодарской команды перед старым техническим тайм-аутом уже традиционный такой тайм-аут Андрея Воронкова брать свой тайм-аут тренерский перед техническим почти в каждой партии он это делал кроме второй во второй он сделал это после второго технического тайм-аута спокойные кемеровчане спокойные болельщики идут уверенно к победе со счетом 3-0 просит немного улыбнуться Сергей Макаров Сергей Никитин не попадает площадки Политаев Керминин не поиграл сегодня Виктор Политаев с Павлом Панковым в этой встрече позволил им главный тренер отдохнуть но и без них без лидеров команды справились партнеры и зарабатывает тем временем Максим Куликов третий из команды Динамо Краснодар сегодняшней встречи а пока и по этому показателю кемеровчане впереди 4-3 Хороший прием от блока в аут и второй технический тайм-аут не замедлил наступить а мы смотрим за этой первой атакой в составе кемеровского кузбасса новичка команды Алексея Евсеева Сергей Макаров конечно же прекрасно понимал что нужно наградить передачей дебютанта команды Алексея Евсеева и сделал это долго не раздумывая дебютан кемеровчан готовы быстро уже продолжать кемеровчане эту встречу спасибо тренерскому штабу кемеровчан позволил сегодня поиграть всем волейболистам которые не так часто выходили в этом сезоне и вот иван Алта Васия выходит на подачу кузбасса и немного ошибается 16-10 становится счет третьей партии Зубков есть прием будет атака отлично здесь здесь Максим Шпилев не успел блок полностью подняться и поверх блока атаковал 6-й номер новичок кемеровчан делает заступ при первой подаче за новый клуб вот крупный план новичок кемеровского кузбасса Алексей Евсеев пришедший напомню взамен травмированному Романа Шкулявичу Сергей Бурцев на подаче гостей есть прием есть атака в исполнении Максима Шпилева не опустился мяч еще на площадку но Максим Шпилев уже заранее пошел принимать поздравления от партнеров прекрасно понимая после своей мощнейшей атаки не сумеет достать этот мяч соперники там же отправился на подачу 6-й номер кемеровчан блок но есть спасение Дубровин вновь кемеровчане хорошо в защите и здесь непонятно что сделал Владислав злоба он на что надеялся что Сергей Никитин не будет атаковать не таков 18-й номер кемеровчан да спокойно мог сейчас блокировать эту атаку первый номер основан дарской команды но на авось понадеялся а вот Сергей Бурцев отыгрался от блока в аут капитан гостей на подаче не разобрались сейчас Сергей Никитин с Моисеевым и в итоге позволили капитану гостей сравняться по эйсам с кузбасом в сегодняшней игре остается на подаче Леонид Кузнецов сейчас Моисеев спокойно принимает атака и вновь защите неплох Моисеев рукам блокирующих атака Бурцев сам же пытался поднять мяч и помешали просто друг другу сейчас краснодарский волейболист принимает извинения Сергей Бурцев от Владислава Злобы поднимал Сергей Бурцев мяч не нужно было пугать своего партнера по команде Иван Ропов на подаче переходящий мяч и будет атака кемеровского кузбасса пытался пытался Сергей Макаров наградить этой атакой 10 номера кемеровчян Макаров мяч мяч откроется Макаров 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 Мог Моисеев в хорош приеме Пайп но принимает здесь Степанян Мимоблок атакует Дубровин и не попадает Площадку также. 15 номер гостей. Капитан Кузбасса на подаче. Остается мяч в игре. Степанян в роли связующего. Но в защите хороши кемеровчане. Пытался перехитрить сейчас. Сергей Никитин соперников. Хорош в приеме Моисеев. И благодаря ему зарабатывает кемеровчане 22 очко. Именно благодаря седьмому номеру. Никитин хорош в атаке. Приносит тут же извинения он Андрею Зубкову. За этот удар по спине. Мячом. И зарабатывает Сергей Макаров. И выходит вперед. Но в кемеровчане по эйсам в сегодняшней игре. 5-4. Но в тем временем стартовала одна из интереснейших встреч сегодняшнего тура. В Уфе Урал принимает Новоуренгольский факел. И пока мои слова о том, что эта встреча будет очень интересно, подтверждается. 8-8. В первой партии. В Уфе. Но в тем временем краснодарские волейболисты сумели заработать 15-е очко в третьей партии. Атака Евсеева. И есть еще один набранный балл Алексеем. Сегодняшней дебютной для него встречи за кемеровский кузбасс. Матч-болл заработал. 11-й номер кемеровчан. И главный поэйсам в сегодняшней встрече Сергей Никитин на подачу кемеровчан. Степанян. Оставляет мяч в игре гости. И атакой будет завершать эту встречу волейболисты кузбасса. Именно Евсеев. Становится автором решающего мяча. Принимает поздравления дебютант кемеровчан. Да, сразу пытается влиться в коллектив. 11-й номер. Алексей Евсеев. Состав кемеровского кузбасса. У нас с тем временем встреча завершена. Но не отключайтесь. Будет прямое включение. От кромки и площадки. Главный тренер кузбасса Томас Солмевого пообщается с нашим корреспондентом. Кузбасс сейчас отправляется на выезд. И вообще очень тяжелая концовка для кемеровчан предстоит. осталось провести 6 встреч в этом чемпионате. И 5 из них кузбасс проведет на выезде. Лишь одну встречу кемеровский кузбасс сыграет на домашней площадке. 5-го марта, воскресенье. В 17.50 на телеканале «Мой город» гости кузбассу пожалует новая из Самарской области. Город Новокуйбасев. Поздравляет руководство клуба. Команду с этой убедительной победой. 3-0. А следующую игру кузбасс проведет в Красноярске. 25 февраля. Приглашаю всех болельщиков на эту встречу поддержать. В этом сибирском дерби своих любимцев кузбассу будет очень нужна эта поддержка. И, конечно же, кузбасс будет рад увидеть болельщиков на трибунах в Красноярске. Принимает поздравления кемеровчане за эту прекрасную игру. Конечно же, понимают все трудности сегодняшнего соперника. Но, я думаю, были шансы и давал этот тренерский штаб кузбасса краснодарским волейболистам, выпуская игроков, которые не так часто выходят в этом сезоне. А некоторые даже и вообще впервые вышли на площадку в составе кемеровчан в этом сезоне. И на Алтавасеев. Приятная новость для болельщиков кузбасса. Вновь в строю. И вновь приносит пользу своей команде, своим партнерам. Приятные эмоции болельщикам. Готовится у нас интервью. Крупным планом мы увидели главного тренера кузбасса, Томаса Сталмио. Еще раз поздравляем его с днем рождения. Поздравление капитана кузбасса Сергея Макарова принимает от нашего капитана Андрея Воронков. От своих болельщиков также принимает поздравления капитан Кемеровчан. Полную встречу сегодня провел Сергей Макаров. Очень рады ей за Александра Моисеева. Покидает болельщики трибуны спорткомплекса «Арена». В очень приятном расположении духа. И у нас готово включение. Передаем слово нашему корреспонденту. Рядом со мной главный тренер кемеровского кузбасса Томас Самылво. Томас, с победой поделись, пожалуйста, впечатлениями об игре. Спасибо, спасибо большое. Может быть, можно думать, что было легко, но не было. Никогда легко. Команда хорошая, что мы были всегда с концентрацией на площадке. И, конечно, рад увидеть, что все играли. Это очень важно тоже. Как оцените нового диагонального нашего Алексея Евсеева? Винал Тавасиев вернулся на площадку. Ваня Роповка тоже появился. Что можете сказать? Ну да, конечно, я рад тоже винал. Он недолго с нами сейчас, после реабилитации. Важно, что он играл тоже чуть-чуть. Евсеев тоже вышел, делал свои очки. Важно, что команда идет вперед. И отцу тоже сказать спасибо, Себастьян Сварц. Потому что отличный профессиональный игрок, отличный человек. Помогал очень много команд. Будем помогать тоже у него сейчас. Он может, может быть, больше играет, куда он поделит. И спасибо Себастьян тоже. Он был с нами сегодня тоже. Спасибо, Томас. Еще раз с победой. Передаю слово комментатору. Ну а мне хотелось бы напомнить, что генеральным партнером трансляции на телеканале «Мой город» является компания «Стройсервис». Официальный партнер трансляции является компания «Автотрейд». Автостекла и автозапчасти. На любые автомобили. Более 70 тысяч наименований в наличии. Партнер трансляции – компания «Кузбасс Белавто». Официальный дилер по реализации техники «Белав», «МАЗ» и «Амкадор». А сегодня для вас с удовольствием огромным работала бригада операторов телеканала «Мой город». Звукорежиссер трансляции – Антон Золотухин. Инженер ПТС – Валентин Ворисенко. Режиссер трансляции – Лена Безгузикова. И комментировал встречу – Олег Марченко. До встречи на волейболе. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...